вот хризантема сейчас мы разберем ее символ хризантемы и нарисуем из чего она состоит вот смотрите вот черенок ее до цилиндрический вот такая тарелочка видите которая держит все 500 лепестков если не больше лепестки как длинненькие прямоугольнички видите с носиками они все туда вставлены это сзади теперь пошли сам цветок работать давайте поставим его чтобы он нам позировал освещение у нас справа и вот посмотрим из чего состоит этот символ хризантемы давайте сначала вот он до черенок 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 да вот он такой цилиндрический да потом листья позже разберем давайте вот эту чашечку вот она эта чашечка да похоже на пиалочку такую или тарелочку куда вставлены все 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 500 или 600 листиков кто там когда считал теперь давайте мы посмотрим ее профиль да или три четверти лучше посмотрим делаем вот такой шар полуовал да и конечно же напротив вот этой тарелочки и этого череночка до свет отсюда будет так называемый кратер чик вот он этот кратер чик да такое место там где находятся самые маленькие листики и давайте мы себе скажем что каждый листик каждый листик самый маленький своим череночкам направлен вот в это место место сборки мы ее так и назовем вот это место тарелочку вместо сборки всех листьев и вот они маленькие смотрят носиками вовнутрь так а своими череночками они тянутся вот в эту сторону так вот мы его назовем детский сад да там самые маленькие листики которые будут потом со временем расцветать расцветать и расцветать пошли дальше давайте полуовал сделаем один да если мы видим освещенность так то мы сразу понимаем что вот здесь будет у полного шара во здесь будет свет да вот будет блик вот полутон и вот будет тенька у всего цветка так а теперь мы смотрим что будет с этим кратер чикам творится вот смотрите он как вмятина во внутрь до этого шара приплюснутого смотрите вот там будет темненькие эти маленькие листики самые маленькие а вот здесь они будут самые светлые второй блок листьев мы назовем подростковый да и давайте мы тоже они носиками смотрят во внутрь вот так загнуты во внутрь во внутрь все смотрят на детский сад все смотрят так освещение справа значит вот здесь они будут чуть чуть темнее видите вот здесь там где их череночки будут все равно сюда смотреть на место сборки да они там где-то прикрепляются внутри представляете какое там должно быть четкое прикрепление нету такого у хризантемы чтобы лист был прикреплен к листу он должен получать энергию и соки вот из ствола и из этого места сборки это овал так называемых подростковый да вот после детского сада идут подростковые листики такие прямоугольнички загнутые вовнутрь следующий слой у нас идут мамы папы дядюшки тетушки и вот они вроде тоже прикреплены к этому месту там где-то внутри а носиками они все равно смотрят на детский сад и на подростков знаете как родители тетушки дядюшки мамы папы следят за детским садом чтобы там все было нормально а тем самым вот здесь вот темнее будет да так как свет падает у нас справа сверху значит вот здесь темнее и вот там чуть-чуть будет полутонально следующий последний слой это бабушки дедушки они уже как сказать они уже ведут вольный образ жизни они уже все сделали все что захотели да в своей жизни родили детей построили дом и вот они теперь уже да как отщепинчики чуть-чуть вот так путешествуют да они занимаются любимыми делами поэтому им не надо так сильно посматривать за развитием молодежи да они себе отдыхают уже но носики их все равно чуть-чуть повернуты в сторону детского сада они поглядывают с высоты своих лет на этот детский садик а на самом деле они уже могут и вот сюда чуть-чуть знаете вот так отщепенчиками да и первые как вы думаете кто отпадет конечно же дедушки с бабушками они уже мало прикреплены и они уже чуть-чуть подвявши подвявшие видите нижние вот эти бабушки дедушки вот они крайние по периметру они подвявшие эти более тверденькие эти самые тверденькие и маленькие вот в этом кратер чеки видите что происходит и вот это хризантема уже отцветает и прям видно как они там присоединены вы видите что творится да какое там идет крутое присоединение то есть если посмотреть на эту тарелочку то она там внутри вот такая еще сферическая для того чтобы каждый листик там внутри мог найти свою дырочку чтобы прикрепиться к стволу представляете это вот мы сейчас только увидели когда хризантема уже отцветает что творится со светотенью так самый сильный свет вот здесь да как у шара дальше пошел полутончик такой да ну тоже свет считайте да потом пошел еще вот такой полутончик который движется к тени не забывайте про полутон закругляющий да он темнее немножко вот и вот так вот такой сегментик пошел тени собственной да как луна как месяц вот представляете а в этом кратер чеки наоборот сначала тень вмятый кратер чек а потом вот эти маленькие свет представляете вот какая сложная конструкция листья листья идут шахматном порядке сначала череночек потом вот смотрите потом это книжечка да давайте книжечка да и у этой книжечки есть вот такие вот как вам сказать заводи заводи на и вот этим заводи им тоже идут такие дорожки из этой среднесерединной линии и конечно же если вот отсюда свет вот здесь мы больше всего протираем самая светлая сюда немножко темнее следующий листик шахматном порядке пошел чем ближе к цветку тем меньше листики сначала делаем прямоугольник среднесередину и потом вот эти заводи немножко так вот здесь свет будет основной да туда тенька пошла книзу до смотрите этот череночек опять шахматном книзу листья будут больше больше они будут заводи среднесерединная и такой сильно большой когда рисуете смотрите чтобы листья были в таких приятных направлениях относительно друг другу да и укоренения хризантемы как у дерева да это цилиндрики эти цилиндрики имеют соприкосновение с черенком листа тень у цилиндрика соприкосновения с листа тень у цилиндрика из соприкосновения вот а самые маленькие до листики он они могут обнимать вот так немножко до цветок они вверху она не пошли и вот пожалуйста вот это хризантема она как шар может быть исполнена по всем правилам геометризации пространства геометрия шара немножко приплюснутого и в то же время нежно надо исполнять цветок чтобы не замочить его пастозной живописью